Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Продолжается тема шляпы из рафии, которую любезно предоставил магазин итальянской пряжи 100WoolIt. Ссылку оставлю под этим видео. И сегодня мы разбираем работу над ошибками. Или, вернее, разбираем работу над усовершенствованием формы шляпы. В прошлом видео по этой шляпке мы с вами вязали донышко и уже перешли вязать саму, собственно говоря, тулью. То есть начали вязать вниз. Мои хорошие, я уже стала вывязывать поля. Уже даже, можно сказать, мне оставалось буквально там рядочков пять полей и шляпа бы была готова. Но меня стала смущать ее форма. Но не нравилась она мне, вот как она выглядит. Выглядела, вернее, сверху. Распустила просто все до основания. Достала свои старые шляпы. Кстати, эту шляпу мы с вами тоже украшали. Мастер-класс есть на канале, кому интересно. Вот эти цветы мы с вами делали. Делали обвязку. Делали вот это украшение. В общем, это все есть на канале. Сегодня речь не об этой шляпе. Я изменила форму шляпы. Вверху она была просто вот таким блинчиком. То есть плоская. Потом мы с вами вязали несколько рядочков просто вниз. И делали опять расширение. То есть у нас оставалось здесь 72 ряда, как вы помните. И мы стали вязать вниз. И потом сделали расширение до 78 петель. Я сказала ряда петель, конечно же. И вот, когда я стала примерять, мне не понравилось вот это плоское дно нашей шляпы. Посмотрите, я специально достала свою шляпу. И посмотрите, какое здесь дно. Видите? Оно вот сделано как бы конусом. А у нас был просто вот такой блинчик, так скажем. И я решила, короче, все переделать. Вот сейчас шляпа, вы видите, дно конусообразное. Если даже мы оденем на свою старую шляпу, она практически такой же формы, как и шляпа, купленная в магазине. Не такой ярко выраженный конус, как у шляпы, купленной. Но все-таки это уже не блин. Я, конечно же, просто рассказываю о своих изменениях. Вы можете оставить так, как есть, и вязать дальше. Но кому понравилась вот именно вот такая форма шляпы, я сейчас расскажу, как этого я добилась. На самом деле все очень просто и легко. Послушайте просто мой рассказ, и вы все поймете. Во-первых, я вяжу сейчас всю шляпу 3,75 мм. Прошлую, так скажем, шляпу, которую я распустила, я вязала дно 3,5 мм, потом перешла на 3,75 мм. И потом меня не устроил размер, я увеличила крючок до 4 мм. Сейчас шляпа, вот то, что вы сейчас видите, связана полностью 3,75 мм. Итак, как же я сделала вот этот конус? Значит, все остается так, как мы и делали. Когда у нас четное число прибавок, мы делаем смещение. Это вы уже помните. Делим это число на 2 и смещаемся. Я к этому не буду возвращаться, это вы все знаете. Так вот, чтобы получился вот такой конус, что я сделала? Когда я дошла до, какой там ряд, уже не знаю, когда у меня получилось 30 петель. То есть круг состоял из 30 петель. Следующий ряд я не делала прибавки, а просто провязала все столбики без накида по кругу, вот в эти 30 петель. И потом уже пошла на увеличение. Увеличивала, увеличивала. Дошла до того момента, когда у меня в кругу было 60 петель. И проделала то же самое. То есть следующий ряд без увеличения провязала все эти 60 петель просто столбиками без накида. И дальше уже пошла на увеличение. Вот, благодаря вот этим двум рядам без увеличения получилась вот такая макушечка с куполообразной формы. Вот так вот, из-за того, что мне не понравилась форма, пришлось мне немножечко, не немножечко, а все перевязать. Итак, в итоге, когда у меня вот здесь вот в кругу достигло до 90 петель, 90 петель, это как раз тот объем, который нужен для моей головы. Размер у меня 58, чтобы хорошо сидела, одевалась шляпа на голове, да, была по размеру, так скажем. И это как раз, если приложить вот сюда сантиметр, вот так вот, это как раз 18 сантиметров. Помните, мы с вами высчитывали расстояние, какое должно быть, когда уже нужно вязать прямо без увеличения. Мы объем, размер вашей головы, допустим, 58 у меня, умножали на 3,14, это длина окружности Пи, и получилось у меня 18 сантиметров и 2 миллиметра. Ну, грубо говоря, 18 сантиметров. Я поняла, что мне нужно для того, чтобы уже вязать прямо, и это был мой размер. Соответственно, если у вас размер 56, там 57, высчитывайте, сколько у вас здесь. У вас здесь получится, скорее всего, 18 сантиметров, или там. Ну, я не знаю, по этой формуле высчитывайте. Вот и все. Дальше без убавок, вернее, без прибавок и без убавок, соответственно, я просто начала вязать вот так вот прямо. Вот сейчас уже буквально здесь останется несколько рядочков. Глубина шляпы, в общем, достигнет нужной мне нужного размера. И уже приступим тогда вывязывать с вами поля. Думаю, что я понятно объяснила. У меня сейчас вот лежит еще вот такая красивая шляпа. И посмотрите, какая классная, просто превосходная идея. Следующую свою шляпу из рафии я обязательно свяжу вот таким вот способом. То есть, макушечку можно вывязать из рафии, потом связать тонкое кружево, видите, потом еще ряд из рафии, допустим, и тонкое кружево, и поля, соответственно, из рафии. Посмотрите, я обожаю просто эту шляпу. Она мне очень идет. В общем, вот такая идея. И вот такой красивый цветок здесь. Так вот, видите, согнули просто часть поля и прицепили сюда цветок. Очень красивая шляпа и очень хорошая идея с кружевом. Думаю, спокойно можно применить вот к этим ниточкам. Возможно, я эту идею возьму, когда мы будем с вами вязать сумку из рафии, а мы будем ее вязать. У меня остаются ниточки, я уже это вижу. И это уже другая тема разговора. Я, возможно, добавлю в эту рафию какие-то цветные ниточки и свяжем такую веселенькую сумочку под наш шикарный комплект. То есть шляпа, платье, туника, крючком. И вот еще будет сумочка. Сейчас еще расскажу об одном своем открытии. Вот смотрите. Не всегда нужно верить производителю. Здесь на рафии значок, кстати, 57 метров 25 граммов. Видите, значок перечеркнутого утюга. То есть производитель говорит, что эту пряжу нельзя гладить. Мои хорошие, я ее гладила. Посмотрите, как хорошо улеглись петельки. То есть я когда связала макушечку, донышко, я прогладила. Потом связала саму тулью и тоже вот так вот клала и гладила. Я вам сейчас даже продемонстрирую на вот этом блинчике как хорошо гладится рафия утюгом на единичке с паром. И, в общем, все очень хорошо получается. Так что не бойтесь. Я уже попробовала рафию гладить можно. Ниточка потрясающая. Я очень благодарна этому магазину, который мне ее предоставил. Это 100 вулл ид. Причем сотрудничество началось с того, что магазин предложил, не я выбирала, а магазин предложил связать шляпку вот четко из этой пряжи. Вот такой был наш договор. И я, собственно говоря, согласилась и об этом не жалею, потому что я бы, наверное, никогда не узнала об этой ниточке. Я не думаю, что я бы купила вот такую нитку, ну, потому что, как бы, целлюлоза, бумага, да. Вот, а сейчас понимаю, что это просто шикарнейшая нитка для шляп и сумок. Сумка будет держать форму, так, как я люблю. В общем, я довольна и очень рада этому предложению от магазина 100 вулл ид. Повторюсь, это магазин итальянской пряжи. Там только итальянская пряжа. Ну, а сейчас, мои хорошие, я переключусь, налажу свою камеру и покажу, как присоединять второй моточек без узелка. И еще потом поделюсь еще одним своим секретиком вот с этим маркером. Короче, сейчас переключаюсь. Итак, сначала покажу вам то, что вот шляпа моя, да. Мой размер получился. Как раз очень хорошо, что я заменила крючок. Вот как раз здесь 18, наверное, и 2, как по формуле мы рассчитывали. Короче, эта шляпа получилась моего размера. Теперь смотрите, как мы присоединяем вторую ниточку. Никаких узелков мы не делаем. Просто берем вторую ниточку. Видите, все распустило. Вот сейчас пряжа у меня в таком состоянии. И причем, ну, то есть, с ней ничего не происходит. Вот она распускается. Какая, в принципе, она была, такая и остается. Итак, взяли вторую ниточку, подхватили и провязали. Теперь берем 2 вот эти наши кончика, подтягиваем. Сейчас, вот, подтянули. И вот эти 2 кончика теперь просто привязываем к нашей, ну, как бурдончик, короче, провязываем столбики и ввязываем сразу эти 2 кончика. Можно провязать совсем чуть-чуть и обрезать. Но я не обрезаю, а ввязываю вот прям сколько есть у меня этих кончиков. Прям ввязываю их до конца. Повторюсь, что у меня осталось 90 петель для моего размера. Крючок 3,75. Вы мерите по своей голове после того, как сделали конусообразную макушечку. Ну, повторюсь, опять, это если вам так нравится. Если вам нравится плоская макушка, пожалуйста, делайте плоскую макушку. И просто вяжем вверх. Никаких вот тех 6 рядов прямо, а потом увеличение уже по тулье у нас. У меня, во всяком случае, здесь этого нет. У меня тулье вяжется уже без увеличений. Я сделала нужную мне форму макушечки. и тулья уже вяжется по размеру безо всяких увеличений. Сейчас еще покажу, девочки, что я... Так, сейчас подтянуть нужно вот здесь, на этом этапе. Посмотреть, как... да, в принципе, и подтягивать-то не надо. Все ровненько и хорошо. Сейчас покажу вам свое открытие с маркерами. Поскольку я никогда не вязала шляпу, я, честно говоря, намучилась где начало, где конец ряда. Вот как раз мы и хвостики довязали, чтобы не ошибаться. В спицах там все понятно. Перебросил маркер на другую спицу и все понятно. В крючке смотрите, что делаю я. Вот я четко знаю, что вот эта петля это начало следующего ряда. Я уже никогда не ошибусь. А почему? Потому что я вытаскиваю маркер, перебрасываю его на вот эту петельку. Все. И дальше начинаю вязать. Я понимаю, что вот это четкое начало следующего ряда. Такая прелесть вот именно с перебросом маркера. потому что в крючке, я не знаю, может быть, для меня это непонятно, но я не совсем понимала, где заканчивается ряд. Цепляла маркер прям вот сюда вот так вот. В общем, это было неудобно и не совсем понятно. А теперь вот с этим перебросом на петлю я четко понимаю. То есть я дойду вот сюда и я четко знаю, что вот эта петля это начало следующего ряда. Опять таким же образом переброшу маркер вот сюда на петлю и начну вязать следующий ряд. Теперь я вам обещала показать, что не всегда нужно верить производителям, то, что эту пряжу можно гладить. и я сейчас вам это продемонстрирую. Не бойтесь, не обращаем внимания на вот этот значок, потому что когда я прогладила, мне очень понравилось, как выглядит моя шляпка. Ну, просто класс. Сейчас покажу. Итак, включаю утюг на единичку. Вот, видите, единичка. Пар у меня здесь стоит на всю катушку. И вот теплым утюгом аккуратненько начинаем гладить. Обязательно с паром. Обязательно. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас пар пройдет, а то у меня камера, наверное, запотела. Очень хорошо гладится рафия. А вот эту свою смотрите, как я делаю. Тоже вот так вот толью глажу. Пока не привязаны поля, вот так вот гладится наша шляпка. Сейчас отключу утюг и покажу вам. Посмотрите, прекрасно. Ничего не плавится, ничего нигде не деформировалось. Просто петельки легли очень замечательно. Все ровненько, все красиво. Ну вот, мои хорошие, такими небольшими секретиками и своей переделкой шляпы я с вами поделилась. Дальше что мы делаем? Я теперь уже, наверное, включусь, когда закончу вязать поля. Значит, смотрите, мои хорошие, покажу в этом ролике. Тут, собственно говоря, ничего сложного нет. Когда вы свяжете нужную вам глубину вашей тульи, то есть вашей шляпы, переходим вязать поля. И вот первый ряд, только первый ряд, смотрите, как я буду вязать. Я буду вязать за переднюю полупетлю. Вот, допустим, у меня сейчас первый ряд наших полей. Вот так провязала не за две полупетли, вот как мы вязали, а за переднюю полупетлю мы начинаем вязать первый ряд наших полей, первый ряд. По тому же принципу, по принципу круга со смещением, увеличивая каждый ряд на одну петлю, так, вот, и за переднюю стеночку вяжем наш первый ряд наших полей. У вас с обратной стороны будет образовываться вот такая косичка по всему периметру. Следующий ряд и все последующие, как обычно мы с вами вязали за две полупетли. Вот, видите, вот так вот красиво будут лежать поля нашей шляпки. Конечно же, вы будете рассчитывать, какой величины вам нужны поля. Это будет у вас широкополая шляпа или с узкими полями. В общем, это, конечно, дело вкуса. У меня, скорее всего, будет что-то такое средненькое, да, и не широкое, и не слишком узкое. Вот такие поля я планирую сделать. Ну вот, в принципе, можно приступать вязать. Если вам понравилась вот эта консообразная макушечка, вяжем такую шляпку. И уже теперь включусь, когда будут готовы поля, и когда нужно будет укреплять поля, я не думаю, что я буду с ригелином, я не буду его покупать, скорее всего, я буду укреплять поля либо леской, либо проволокой. Еще не решила об этом пока рано говорить. Сейчас вяжем шляпку. Всех люблю. До новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Ситникова.